Всем привет! Мой канал Лорочка Шьет. Сегодня я вам буду показывать, как кроить платье по лекалам. Вот у меня такое вот лекало. И я еще его буду моделировать. И самое основное, как я буду кроить из вот такого трикотажа. Он очень такой вот подвижный. Двигается в разные стороны. Растяжимость очень такая повышенная. И я вам буду показывать, как кроить. Потому что многие не знают, особенно новички, как кроить из такой ткани. И что я делаю? Я беру у меня здесь полтора метра ширина. Полтора метра, ширина метр двадцать. И если его выкладывать, вот эта вот ткань, вот как она ложится, мы так не делаем. Мы делаем, потому что здесь идет такая полосочка. Мы аккуратненько вот так вот складываем и даже немножко вот так вот предпосаживаем и регулируем его. Так же само, как мы будем его собирать на оверлок. Именно вот такими вот движениями мы складываем ткань. То есть я по середине нашла середину ткани и по этой середине я размещаю наполовину эту ткань. Вот она. И аккуратненько вот такими вот движениями я ее расправляю. Это очень важно. Выкладывать так, чтобы она не растягивалась. Видите, вот если мы ее так будем натягивать, мы будем неправильны. Такой у нас будет крой. И вот такими вот движениями, пристукиваниями выкладываем так, чтобы она не перетягивалась. И совмещаем эти все срезы. Вот это вот лекало у меня без выточек. Оно построено, это лекало без выточек. Но здесь уже моделировано, смоделировано это лекало. Сделано сначала с выточками и сейчас размоделировано вот это лекало. На прямое, обычное платье. Но я буду моделировать без вточной проймы. Сделаю пройму спущенную немножко. И горловина, как всегда, у меня будет лодочкой. Вот я нахожу сгиб ткани. Вот он, сгиб ткани. Прикладываю к ткани. Проверяю, все ли у нас сходятся срезы внизу. Проверяем, чтобы у нас срезы были все совмещены вот такими вот движениями. Аккуратненько выкладываем, потому что это сильно растягивается. Тканька с центром стяжимости очень большой. Что я делаю? Я нахожу середину, совмещаю с серединой лекала и начинаю обводить это лекало мелом. Так как я буду горловину здесь моделировать, плечо я буду продлевать. Почему я продлеваю это плечо? Потому что я не хочу, чтобы оставалась вот эта вот ткань отрезанная. Так как эта ткань остается, и я буду делать ее как спущенная, чтобы каждый кусочек сохранить в нашем крое. И я примерно вот так вот обвожу пройму, это чтобы я понимала, где у меня что. И также обвожу боковой, вот этот вот шов, боковую часть. И от проймы я опускаю, от проймы, вот здесь вот 5 сантиметров, беру, опускаю 5 сантиметров, и этих 5 сантиметров я откладываю вот таким образом и вывожу вот такую вот пройму. и чтобы здесь не было такого скоса, я вот таким образом на сантиметр-полтора вывожу эту линию. И у меня получается спущенная пройма. Оформляю горловинку. Горловинку я буду где-то примерно на 5 сантиметров от плеча. Вот я отмечаю. И что я делаю? У меня вот здесь вот горловина отмечена, низ горловины, и вот таким образом я ее вывожу. И я буду цельнокроенную обтачку, так как у меня ткань это позволяет, я буду делать цельнокроенную обтачку. Почему я так делаю? Потому что это ткань тянущаяся, очень хорошо, растяжимость очень большая здесь. И я могу выложить вот этот вот вырез очень-очень интересными такими вот движениями. Можно будет влажно-тепловую обработку сделать и вытянуть этот припуск по горловине. И я беру вот таким методом, заворачиваю. Сейчас я покажу вот здесь вот у меня плечо и конец горловины. То есть у меня горловина будет 15-10 сантиметров. Ну, как обычно, я делаю лодочкой. Дальше я отмеряю, где у меня талия. Вот здесь вот у меня отмечаю талию. И мне еще нужно с этой длины сделать рукав. Что я делаю? Я беру, у меня плечо 12 сантиметров, и с этой спущенной проймой 20 сантиметров у меня получается. 20 сантиметров, а если без, значит у меня 7 сантиметров получается. Длина рукава у меня 50, а если 3 четверти, то у меня будет вот такая вот длина рукава. Но, если сделать рукав по-поперечной, то у меня будет обхват. Здесь примерно обхват руки у меня будет 24. то есть я оставляю на длину вот это 24-26 сантиметров. Это я оставлю на рукаву, потому что у меня другого выхода, как кроить это платье нет, потому что я хочу удлинить длину платья, чтобы оно не было коротким. И у меня длина здесь платья получается 55. Это очень хорошо. Что я придумала? Я нашла у себя такую вот сетку и я буду делать такую вот интересную оборку, потому что с кожей, то, что я кожу планировала, она не очень-то подойдет. Я буду моделировать вот с такой сеткой, потому что у меня длины не хватает. Я буду удлинять длину этой сеткой. Это еще моделирование будет дальнейше. Так что у меня, я отвлеклась, у меня длина здесь 55 юбки. На ширину рукава у меня здесь 27. Вот так вот я решила, что у меня будет ширина рукава на этом платье. Дальше что я делаю? Я беру и вот эту вот часть, где у меня, я провожу, нахожу также по спинке эту всю длину. Отмеряю. Дальше. Это передняя часть кроя. Здесь идет задняя часть кроя. Вот она. Задняя часть кроя. Но здесь меняется горловина. Что я делаю? Я беру эту горловину, вот эту вот часть, потому что у меня начинаю совмещать где у меня пройма. Я отмечаю, где у меня пройма. Вот по пройме, чтобы у меня пройма сходилась. Вот эту вот часть. И я отмечаю спинку. Вот она у меня спинка. Вот эта вот часть спинки. Что я делаю? Я беру и отвожу. То есть я строю росток совсем по-другому. Вот таким образом. Вот таким образом я строю спинку. Вот эту вот часть. Что дальше? Мне нужно расстояние горловины. что по полочке от середины вот здесь вот идет чтобы было видно на экран. У меня от сгиба идет до 16 сантиметров. 16 сантиметров. То есть от середины спинки мне нужно по плечу отметить 16 сантиметров. То есть у меня будет горловина. Вот эта вот часть горловины. Вот она. Лодочка. Практически прямая линия. Дальше что я делаю? Я беру определяю скос плеча по спинке. Продлеваю. Это плечо у меня. И смотрю чтобы скос плеча был равен скосу по спинке. Переда и спинке. И также по пройме вот здесь вот внизу по пройме отмечаю вот эту вот часть которая у меня идет по спинке. Это у меня ширина спинки. Вот эта вот часть вот она. Вот. И я ее вырисовываю. И здесь так же самое я обвожу боковую часть. и у меня вот получается вырисовывается пройма. Очень просто. Очень простой и легкий метод. Кроя сразу мы моделируем на ткани горловину. Мы только смоделировали горловину и пройму. Спущенную пройму. То есть у меня рукав будет на ширину вот этой вот части которая у меня осталась. Потому что у меня ткани мало. И также я здесь буду выкраивать цельнокроеную обтачку горловины. Что я делаю? Я уже практически покроила. Столько надо будет из остатка сделать рукав. Вот эту вот часть я беру и выкраиваю цельнокроеную. Вот. Вырезаю вот таким образом. Затем я переворачиваю вот таким образом. И вот эта вот часть я когда буду выутюживать я ее оттяну этот припуск и у меня будет цельнокроеная обтачка. Но вот здесь где вот эта вот часть где плечо я вот таким образом складываю у меня будет здесь вот цельная часть. Вот она получается. Красивая будет обработка. Я ее оттяну и будет цельная красивая обработка. Захочу я подошью подшивочным швом захочу я на машинке отстрочу. Это уже дальше. Что я делаю? Я беру мне удобно срезать низ чтобы у меня был уже как кусок на руках. Вот таким образом. И боковую сейчас я вырезаю. Три пуски 0,5 потому что я буду собирать на оверлок. Вот таким образом перед у нас будет уже готов. Беру вот эту кромочку срезаю по этой линии и все. У меня передняя часть выкроена вот посмотрите уже готова. Крой готов. Цельнокроеная обтачка здесь готова. И вырезаем также мы спинку. Берем по плечу срезаем также даем 0,5 где-то примерно здесь мы останавливаемся и где-то вот так вот мы берем и срезаем то есть вот эту вот часть мы берем и делаем вот такую цельную также цельную обтачку по горловине спинки. Дальше по но что я здесь хочу сказать и обратить внимание на что я обращаю внимание на вот это вот закругление на зеркальную вот эту вот линию по боковой части. Я вот так укладываю и делаю красиво чтобы оно было у меня все сочеталось вот вот это особенно когда мы будем собирать на верлоке чтобы эта линия отзеркаливала что по спинке что по переду вот так должно быть все крой здесь у меня хватило дальше что я делаю рукав длина рукава у меня хватает здесь на длину рукава ширину я уже померила у меня хватает на ширину складываю вот таким вот образом чтобы у меня и выкладываю пройму вот допустим вот у меня по пройме здесь мне придется немножко припосадить вот эту вот часть по пройме вот эту вот часть по пройме как бы чтобы у меня на рукав хватило вот этого часть то есть моделирование вот такое вот получается что чуть-чуть как бы по пройме будет припосажена не на рукаве а на пройме а ширина рукава вот вот таком вот будет у нас крой обычный крой ничего здесь особенного нет я вот здесь вот срежу здесь красиво было и что я делаю я беру вот эту часть у меня этот рукав и я эту часто греет некоторое углубление такое бирау делать как бы на задней то есть где передняя часть будет у меня чуть чуть углубление на на сантиметр и у меня будет рука дальше что я делаю мере длину рукава вина рукава у меня там минус 7 вот наоборот забираю минус 7 то что я мерила по пройме и у меня длина рукава 55 вот она 55 и у меня как раз на погиб не хватает вот этой части то есть длина рукава будет поперечной покроенная ну так у меня выходит по-другому у меня не выходит в целях экономии у меня вот так вот выходит и что мне только остается сделать мне только остается сделать вот это вот подгиб идет чтобы она все выравнивать надо все время не так как ткань обычная и обхват кисти берем меряем обхват кисти сколько у нас 18 ну пускай 19 19 на половину будет где ну пускай 10 мы возьмем вот таким образом и вот отмечаем рукав вот делаем скос вот такой вот и у нас длина рукава также мы здесь здесь делаем вот эту часть где у нас подгиб вот так заворачиваем и красиво срезаем захотим мы расширить здесь стали клинушек тоже будет хорошо но я думаю что это не требует этого то что я лучше буду при посаживать или пройму мне нужно просто будет зависеть или сделать модельку при посадить пройму под рукав вот таким образом чуть-чуть при посадить это тоже будет изюминка этой модели и так будет выглядеть такой рукав все платят готово затем я буду по низу делать вот оборку я там уже посмотрю на какую ширину как ее сделать лучше или посередине я уже потом буду моделировать как пришить эту сетку это уже будет дальнейшее моделирование и я с вами поделилась вот таким прекрасным дизайном что я умудрилась покроить из полтора метра длины при ширине метр двадцать на свой размер вот так я умудрилась покроить себе платье из трикотажной шерсти это очень замечательная такая ткань мне очень очень нравится и я решила что я сделаю себе вот такое замечательное платье теплое это самое главное что это тепло и я вот такими идеями с вами поделилась вы также как и я смогли эту идею применить в своем крое это очень легкий крой очень простой и я вам рассказала технологию кроя как работать вот с таким трикотажем очень подвижным и это очень очень важно для вас для особенно для начинающих потому что начинающие не знают как можно вот такими идеями очень простыми сделать шикарный подгиб по горловине в горловина лодочка и здесь я буду утюгом по передней половинке оттяну потому что она подвергается влажно тепловой обработки затем прострочу двойной иглой и будет великолепная обработка не нужно будет притачивать обтачивать обрабатывать это цельная такая обработка это будет очень качественно и стильно смотреться в обработке это платье и я сердечно сердечно поделилась с вами такой информации и технологии кроя вот такой вот замечательной и конечно капризной немножко ткани но нужно знать как это кроится как его расположить потому что когда мы уже краем она уже нам подсказывает как правильно главное правильно начать чтобы у нас не было не перекосов потому что когда будут перекосы крой будет косым и будет казаться что наше изделие некрасиво некачественно это очень важный такой вопрос и важная тема как выложить эту ткань также когда вы будете собирать на верлоке так же само мы будем работать при соединении швов если вам это видео понравилось ставьте лайки я очень благодарна вам за подписки за комментарии за ваши пожелания благодарна 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 желаю вам творческого вдохновения хорошего настроения мира во всем мире всем пока пока